Так, кого мы будем смотреть следующее? Показывают Югослав Ковачевич и Виталий Яковлевич Кузнецов. Ну, это звезда отечественного самбо и дзюдо. Спортсмен Центрального спортивного клуба армии. Начинал свою спортивную карьеру с вольной греко-римской борьбы. Ну, вот, раскрылся как великолепный самбист и дзюдоист. Двукратный призер чемпионатов мира. Один из самых низкоросых тогда тяжеловесов. Виталий Кузнецов выступал, по-моему, в тяжелой весовой категории свыше 95-ти. А вот Новиков, по-моему, в открытой весовой категории. Могу уже за давностью времени ошибаться. Ну, давайте посмотрим за нашим спортсменом. 169-й номер, белая повязка у него. Витасик называли Виталий Яковлевич Кузнецов в команде. Так вот, по-доброму. Человек недюжинной физической силой великолепно бросает через грудь. Как сам говорил нам мальчишкам, что вот надо посадить на пупочек спортсмена и перекинуть назад. Вот, посмотрим, как он это будет делать. Сгребает по медвежьи мощного высокорослого Югослава свои объятия. А вот арбитр расценил, что уходит от борьбы именно советский спортсмен. Будет стремиться забирать Виталий Кузнецов на спине захват. Он в этой борьбе великолепно себя чувствует. Король этой борьбы. Вот видите, сворачивание попытался сделать. Прием, который Виталий Кузнецов из греко-римской борьбы принес в борьбу джидо. Ну, вот то, что рукой сумел Югослав защититься. Благодаря этому он и не развернулся на спину, не упал. Продолжает вот сгребать это кимоно в охапку. Кимоно соперника Виталия Кузнецов. Расскажу одну баечку. Мощнейший у нас тяжеловес тоже в ЦСКА был. Тюрин такой. И огромного роста весом килограмм 160. Чего-то на тренировке на утренней, когда собирались мастера в ЦСКА, позволил он себе какую-то шутку в адресе Виталия Кузнецова. Вот тут на глазах вот наших, нас мальчишек. Спокойно подошел, вот этого лежачего спортсмена взял вот за этот дедаистский поезд. И знаете, как гирю оторвал, поднял, чуть не задушил его. Чем сделал это одной рукой. Представляете, какая колоссальная физическая сила. Вот он делает это скручивание, прием, которым он массу соревнований выигрывал. Сложно уйти будет Угославу уже от удержания. Нет, все-таки удается, удается. Не сумел Италий Кузнецов провести удержание. Опять-таки, руку на ключ берет. Вот это тоже прием классический в греко-римской борьбе, в вольной борьбе. Тогдашние тяжеловесы, ну, похуже владели этим приемом. Великолепно в борьбе лежа боролся. Вот японец Ямаситы, который был тогда звездой тяжелой весовой категории. Восьмидесят...